Всевышний Аллах в Коране говорит То, что вас постигает из бед, из проблем, то это за те грехи, которые вы совершаете, за ваше ослушание Всевышним Аллаху. За ваше ослушание мне, говорит Всевышний Аллах. И при этом многое, и я вам прощаю, говорит Всевышний Аллах. При этом многое, за что вы заслуживаете наказание в этом же мире, за что вы бы заслуживали проблемы, многое я, говорит, прощаю вам. В хадисе Пророка, алейхиссалату вассалям, говорится, Когда грехи учащаются у раба, раб начинает уже часто совершать грехи, и он не совершает поступков, которые бы искупляли эти его грехи. Мы знаем, что благие деяния, хорошие деяния искупляют грехи. И нет у него ничего, что могло бы искупить его грехи. Всевышний Аллах его испытывает печалью. Печаль, как следствие проблем в его жизни, со здоровьем, с финансами, проблемы у родственников. Вот этой печалью Всевышний Аллах его испытывает, чтобы эта печаль стала искуплением, искуплением его грехов. В другом хадисе, который передает имам Навави, говорится, Тот, кому Всевышний Аллах пожелает блага, Аллах его испытывает. Аллах посылает ему проблемы. На первый взгляд, такое противоречивое высказывание. Можно подумать, да, почему Аллах, если желает блага, испытывает. Почему Аллах желает блага проблемам. Но в этом есть, конечно же, на самом деле благо. В этих проблемах. И на это отвечает вот предыдущий хадис, о котором мы говорили. Ведь наши грехи, которые мы совершаем, если мы не получаем искупление этих грехов на этом свете, нам за них придется отвечать на том свете. А ответ за эти грехи на том свете, он во многократ превышает и более ужасен и сложен, чем проблемы этого мира. Беды, бедствия, наказание того света, оно намного выше и больше, чем наказание этого же света. И Всевышний Аллах хочет, чтобы его раб, его любимый раб, из этого мира ушел чистым, без этих грехов. И чтобы он там уже не вкусил истинного наказания, на самом деле самого сурового наказания. То есть этими проблемами, бедами Всевышний Аллах этого своего любимого раба очищает. В другом хадисе говорится, что и разницы нету. Любые проблемы, даже самая малая мелочь, начиная с мелочей и до самых тяжелых, суровых испытаний, все это во всем этом месте искупления. Когда Хасан-Уль-Басри рассказывает, когда был неиспослан тот аят, о котором мы говорили, что всякая беда, которая вас постигает, это следствие ваших грехов, вашего неповиновения. Хасан-Уль-Басри говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, в чьей власти душа Мухаммада, ма мин хадши-удин, ва ла хтиладжи-иркин, ва ла афрати кадамин, илля бидзамбин, клянется наш пророк, алейхиссалату вассалям, Аллахом, в чьей власти его душа, всякая неприятность, которая происходит с человеком, царапина от какой-то ветки, дрожь, которая иногда его охватывает, человека, даже спотыкание на дороге, то, что человек шел по своим делам и споткнулся, даже вот эта неприятность, человек не получает, кроме как за грех. Это искупление его греха. «Ва ма яфу Аллаху анну акфар» «Но однако то, что Аллах просто прощает тебя, даже без этого наказания, без искупления, намного больше, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Субтитры создавал DimaTorzok»